Всем привет дорогие друзья! Сегодня десятое число. Температура стоит 8 градусов. Последнее время было очень холодно. Вчера было солнечно, сегодня пасмурно. Ночью, кстати, температура опускается до нуля градусов. Достаточно прохладно. Ну а днем, когда выходит солнце, такое ощущение, такое ощущение, что прям весна, потому что на солнце очень жарко. В Алании зима, но на улице, на деревьях очень много апельсин. Это продает такой прям красивый вид нашему городу, потому что везде-везде апельсиновые, апельсиновые деревья. И мы сейчас находимся на улице Ататюрка. Я думаю, что она самой любимой вашей улице в центре города, потому что на ней расположены все самые основные магазины, кафе, рестораны, какие-то интересные места. И мы направляемся в самый центр города, на центральную площадь. Поскольку сейчас 2 часа дня, то народу не так много. Народ работает либо находится где-то в помещении. Мы уже пришли на центральную площадь. Здесь собираются какие-то спортсмены. И вот то место, друзья, которое будет цвести прекрасными тюльпанами, начиная с апреля месяца. Потому что в апреле месяце в Турции начинается фестиваль тюльпанов. И все города Алании покрываются прекрасными коврами из разноцветных тюльпанов, которые, кстати, выращивают в коне. А сейчас территорию готовят для высадки цветов. Ну, в общем, сейчас заморожена она вот так вот на зиму. И в скором времени сюда высадят большое количество цветов. А мы идем по направлению к набережной. Парк в центре города. Летом здесь очень много народу, потому что это прекрасное место для отдыха с детьми. Дети могут играть. А родители в жаркую погоду вот могут отдыхать под этими прекрасными деревьями в тени этих деревьев. Елку уже... Да, елку уже убрали. Кстати, друзья, я недавно говорила, что вот это вот здание мэрии скоро снесут и в центр Алании в следующем году перестроят. И здесь будет потрясающая площадь и новый центр. Сейчас мы с вами идем по направлению к морю. Обычно на этой площади проходят различные фестивали, какие-то выставки, празднования, концерты. Ну, в общем, это центральная площадь Алании, которая в следующем году преобразится и станет еще лучше. Не будет вот этой парковки прямо у самого моря, потому что, сами понимаете, было бы лучше, если бы здесь были лавочки, деревья, какие-то социальные объекты для отдыха. В общем, все вот это вот уберут. А сейчас мы с вами пришли на набережную. На набережной, конечно же, мало народу, потому что зима, кто-то работает, ну и погода достаточно прохладная. Вот так выглядит пляж зимой. Волны сегодня не очень сильные, но дует достаточно такой сильный, достаточно сильный ветер. Очень красиво смотрится моя, конечно. И небо тоже сегодня необыкновенно красивое. Иногда выходит солнце, но погода все равно пасма, но иногда выходит солнце. Давайте подойдем ближе к воде. Вы любите, когда я вам показываю море. Конечно же, летом этот пляж, пляж заставляет ставить здесь много шезлонгов, ворота для баскетбола, бейсбола. Здесь на этом пляже проходят многочисленные соревнования спортивные. Также соревнования не только местные турецкие, но и международные соревнования, например, по триатлону. Ну и, конечно же, этот пляж находится в центре Алании. И это один из лучших пляжей для купания с детьми. Почему? Потому что здесь не бывает волн. Не бывает волн на этом пляже. И на пляже вот прямо около Красной башни волн совершенно не бывает. И там можно спокойно купаться с детьми, совершенно в разную погоду. Видите, море сегодня отступило. Очень, конечно, красиво. Потрясающе. Море невероятно красиво, несмотря на то, что ветер, ветер достаточно, ветер достаточно холодный. Именно зимой в Алании получаются просто потрясающие фотографии. Конечно, атмосфера зимней, Алании отличается от летней. Это совершенно другой город с другой атмосферой, с другим духом. Здесь даже запах стоит другой. И даже вот этой пасмурной погоде изюминку придают апельсины, которые растут, апельсиновые деревья с плодами, которые растут на набережной. И, несмотря на пасмурную погоду, Алании всегда остается вот такой вот, что мы видим, что мы видим, что мы видим, что мы видим, что мы видим. Это зеленый. Пальмы, кустики, цветы. Даже зимой распускаются цветы. И, как вы видите, несмотря на пасмурную погоду, все равно вот эта вот зелень придает какую-то радость, теплоту, теплоту городу, потому что зеленый – это теплый цвет, и город не кажется таким холодным и печальным. Посмотрите, какой красивый кот. Настоящая пантера. вот они зимние цветы алании здесь небольшие аттракционы и великолепные высокие высокие пальмы очень красиво и как вы знаете в центре алании есть один красивый парк с фонтаном вот там вот находится на давайте пройдем и посмотрим как он выглядит как он выглядит зимой фонтаны выключены муниципальные работники работают фонтаны включены очень красивый парк и летом конечно он еще больше преображается когда стоит яркая солнечная погода здесь очень красиво и вот эти вот все деревья сейчас стоят без листьев а летом здесь очень красивые цветы распускаются и если вы идете по пойдете по этой дорожке то попадете в кошачий домик вот они зимние цветы наверное оставшиеся еще с лета и здесь у нас находится кошачий домик сейчас посмотрим где все кошки кошки наверное даже есть памятник кошки кошки наверное все спрятались домиках потому что холодно вот там вот а вижу одна лежит на улице их всегда подкармливают в общем вот такой красивый и сейчас мы уже находимся на центральной улице друзья и многие из вас спрашивают курс вот курс доллара и евро и других валют также рубля центральная улица алани выглядит вот таким вот образом проходим мимо нашего любимого магазина бренд бокс и поворачиваем на раба и поворачиваем сторону поворачиваем в сторону пятничного рынка и сторону нашего офиса пятничный рынок выглядит таким образом в общем у нас с вами получилась сегодня такая небольшая прогулка по январской алани вот таким вот образом разносят чай по по январской алани у нас получилась с вами вот такая вот прогулка и сейчас мы уже приближаемся к пятничному рынку и следующем видео я покажу вам цены на пятничном рынке потому что сегодня четверг а рынок будет уже завтра вот например магазин с охотничными товарами кто спрашивал и мы пришли на площадь пятничного рынка мне само интересно что же у нас на пятничном рынке завтра будет какие товары и подошли уже к магазину green body и к нашему к нашему дорогие друзья вот такая небольшая прогулка у нас получилось с вами по аланье вы кстати начали писать что их он начал говорить по-русски очень хорошо да и на сегодня мы с вами прощаемся всем всего хорошего пока пока